Добрый день, мои друзья! Сегодня Дед Шурави находится в городе воинской доблести Яхраме. Это городской округ Дмитров. Посмотрите, вот такой удивительный памятник здесь сохранился. Советских времен, закон о мире. Надо будет почитать. Ребят, я не просто сегодня в этом городе, в этом небольшом городке нашем. Я ожидаю ветеранов вооруженных сил, ветеранов Афгана, потом ребят из исторического общества российского. Сегодня будет решаться вопрос, видимо, с представителями администрации, где будет размещена стелла, которая и показывает, что Яхраме присвоено было в прошлом году почетное звание город воинской доблести. Ну, тут, в общем, не сошлась администрация в своих мнениях и общественность. Ну, будет интересно, будут разнообразные интервью, будем выслушивать мнения людей. В общем, все для вас сниму, все расскажу сейчас в ожидании общественности. Героям и храмчанам, павшим в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Фамилий очень много, друзья. Очень много. Ожидаю, сейчас ветеранов армии должны подъехать, ребята. Ну, а с вами пока пообщаемся по новостям. В общем, европейские непонятные люди, которые нам, как оказалось, совсем не братья и вообще непонятно кто, они решили отмечать теперь 9 мая, как День памяти всех погибших воинов, видимо, Украины, имеется в виду. Вот в этом, в российско-украинском конфликте. 9 мая, 9 мая, не буду это отмечать. Зная, что Россия и Советский Союз, Советский Союз и теперь Россия наша, всегда празднуем День Победы над фашистской Германией в этот день. Но они в отместку нам как бы закрывают этот День Победы. День разгрома и капитуляции гитлеровских войск в Берлине 8 мая 1945 года. И в Советском Союзе на следующий день объявлен был государственный праздник, День Победы. То есть вот западные деятели, они хотят полностью переформить, переформировать сознание новых поколений, жителей Европы и так далее, и так далее. То, что вообще этого Дня Победы над фашистской Германией никогда не было. Ну, конечно, что творится, это, конечно, неописуемое. То есть блок НАТО, США, толкаемый. Они встали полностью на сторону неофашистов, показали свое истинное лицо. Ну, как говорила моя мама покойная, лезут хорошо, сотрем в порошок. Это, в принципе, девиз всех наших мужиков, всех наших русских людей. Ну, вот опять науськивают на русского медведя свору вот этих вот шавок со всего мира. Ну, надо учитывать, что на самом-то деле половина мира за Россией, они все прекрасно понимают. Идет накачка противотанковыми системами, идет накачка стингерами остатков украфашистов. Но все они будут разгромлены на стадиях только доставки вот этих летальных вооружений, направленных против наших солдат и офицеров. Вот такие новости, друзья. Россия, как всегда, победит, и победа будет за нами, ребят. Как бы кому-то это не было противно слушать. Все, ребят, Дед Шуравей с вами. Друзья, вот два представителя наших патриотических движений, два взрослых мужчины, сейчас скажут свое мнение насчет установления новой стелы в городу воинской... Славы. Нет, не славы, доблести. Доблести. Вот Андрей, Андрей, представьтесь, пожалуйста. Андрей Анатольевич. Дашка. Да. Я член общественной организации ветеранов вооруженных сил. А в звании в каком вы, значит, майор запасовый? Майор запасовый. Да. И немножко погромче. И до меня дошла информация, что уже более двух лет не может определиться вопрос с установкой стелы города воинской доблести в городе Яхрама. Мы сейчас присутствуем на месте обелиска героями Яхрамчана, павших боях. Я так понял, что архитекторы планируют на этом месте, рядом с этим местом, где фонтан находится, установить другую стелу. Да, вон там фонтан, видимо, вон там, да. Вот. На вторую новую стелу. Я высказываю свое, да, частное мнение, сужение, что если бы была такая возможность архитекторам пересмотреть вопрос реконструкции данного обелиска, вот, в котором, кстати, присутствует вечный огонь, который не горит. Да, вечный огонь не горит, друзья. Это... Вот. Реконструкцию этого обелиска, то есть этот обелиск можно было бы переработать, реконструировать. То есть те, которые в этом хорошо понимают, то есть все, что здесь отмечено, все вот эти, естественно, его как-то было бы воссоздать. И, возможно, здесь можно было бы сделать вот этот, именно на этом месте. Но, не так, что просто взяли рядом, поставили вторую. Вот именно реконструкция этого места, потому что здесь реально шли бои. Да, я представитель общественного движения, наша страна, и вот сейчас... А как его зовут? Борисов Константин Константинович, выслушав сейчас мнение Андрея Анатольевича, я тоже с ним согласен, что вот это место в Яхраме подобрано просто великолепно. Это замечательная площадь, и нет смысла еще делать где-то там в глубине что-то, когда вот это место просто вписывается в город. Я удивляюсь, как архитектор может вообще что-то где-то в другом месте делать. Это место самое лучшее. Для всех гостей Яхрамы, для всех жителей Яхрамы здесь вот все встречается. И где, как не здесь, это вот стоять памятники. И обязательно нужно вернуться к вечному огню. Это просто... Есть указ президента, да? Да, это просто, я не знаю, ни в какие ворота не лезет, то, что огонь не горит. Да, такого просто не должно быть. Это значит, что наша память куда-то провалилась очень далеко. Нельзя этого допускать. Мы предлагаем единственное место, вот парк Ямина. Оно огромное, в нем гуляет очень много людей. И там проходит масса мероприятий. Вот при входе в парк с левой стороны, вот слева у нас пушка, а справа, справа, вот когда в парк заходите, прямо вот здесь, здесь вот эти, вот где гнезда это, да, здесь все и зачистить десяток деревьев. А сейчас что? А сейчас там же у вас просили. Ну парк, парк, парк огорожен, весь огорожен. Пойдем в парк, зайдем. Давай, обелечивайся. Заметьте, с 5 до 23 он открыт. Вот это место мы предлагаем. Вот смотрите место. Вот эти старые деревья практически. Здесь нет никаких коммуникаций. Деревья скоро упадут. Деревья скоро действительно упадут. Вот здесь вот смотрите слева у нас памятник артиллеристу 1-й ударной армии. И со временем, я думаю, мы его тоже облагородим, потому что это будет символ практически артиллерии, который бил, бил из-за Москвы. И вот эта вот стела воинской доблести, она могла бы здесь разместиться. Во-первых, парк у нас в большей степени пустой. Вот вы сейчас пойдете и увидите. Это несколько гектаров у нас здесь земли, но она пустая. Если здесь появится стела, мы думаем, что здесь можно будет сделать аллею памяти. и за временем получится понять, что здесь можно будет сделать. Во-первых, это будет привлечение. Вот здесь у нас вот ПОК. Здесь проходит масса соревнований детей. И когда будут проходить турниры соревновательные по видам спорта, дети могли бы здесь быть какая-то торжественная часть. Награждение этих детей могло бы быть. Согласен по-моему, да. Они, понимаете, мы же здесь ставим и это на века, и дети должны, соответственно, ну, им стало непонятно, то есть, что это непростое место. Ну, это высота, это почти самая высокая. А потом, это директорский дом вот этой фабрики нашей, знаменитой. Сереж, это одно из самых, наверное, высоких мест. Да. Поутерзива тоже. В городе, да. В городе. Это самое высокое место. Ну, мы... А почему нет? Нет, во-первых, забор вокруг. Это вроде ландально. Во-первых, здесь не собирается. Здесь уже лобное место. Никто не собирается, ну, на какие-то вот... Понятно. Не, хорошее место. А потом, вы поймите, просто надо парк, парк, надо облагораживать. Ну, не должен же он, вот, 10 лет стоит, он у нас пустой. Надо же привлекать каким-то образом сюда людей, в этот парк. И этот парк можно было сделать патриотическим парком. Да, да, да. Ну, что еще, я не знаю сказать. Нет, хорошее место. Просто надо сделать... Не, надо сделать опрос людей. Места много. Вот сейчас остановили молодого человека, говорит, а я, говорит, и не слышал о том, что, говорит, почетные звания дали. Мы вот без камеры, без всего практически его спросили. Просто спросили. Потому что блогеры должны работать со всеми людьми. У нас нет блогеров. У нас их нет. А потом, вот заметьте, если вот сейчас вы подниметесь чуть выше, да, вы вот с этого места увидите переменовскую высоту. Вот поднимитесь чуть выше. Да, 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 давайте. Давайте смотреть. Ну, и хромчане, вы в курсе, что городу присвоено почетное звание? Нет. Два года назад оно было присвоено. Город в поиск и доблести. Слышали, может быть, да? Нет, это вызывание современной России. И вот нужно поставить стелу в память об этом звании. Нет, ищем место достойное, чтобы установить большую стелу, 7,5 метров. И самое интересное, что вот мы хотим, чтобы и хромчане проголосовали за это достойное место. Вот вы как думаете, где могла бы стать стелу красиво и достойно? Для наших детей? Да, вот это вот тоже вот люди. Понимаете, у нас в Яхроме крайне мало мест, вы согласитесь. Мы готовы рассмотреть любое место. Но мы хотели, чтобы и хромчане проголосовали, понимаете, своими руками. Вы знаете, сейчас вот открыто у нас, и где-то у нас... Дима, иди сюда. Что у нас открыто? Они хотят голосовать все. Яхроме городу. Оно открыто? Нет. Там люди высказывают свое мнение. Мы не будем давить на это люди, чтобы голосовали. Они никто ничего не знают. Ну, все, давайте превратим это в дело. Значит, ты подготовишь проект письма на имя поначевного и губернатора. То есть вторая копия губернатора. А мы все подпишемся с вашим предложением, чтобы здесь... А мы все подпишемся. Вы-то сами-то определились, где вы-то первое степенное звено-то. Вы-то сами определились, где... Вот где и хромчане выберут ДК площадь или вот это место. Я только и хромчане. Я только что вот мужчина Александровна еще раз тебе говорю. Вы сейчас упустите время. Сейчас начнутся работы. Потом они не начнутся. Подожди. В 20-м году там что-то так. Мы не обращаемся к яхромчанам. Вот и все. Да-да. Через школы пропустить. Пускай учителя свое мнение скажут. Пускай дети скажут. Да учителя мне не значат. Ну, за себя... Ну, ладно. Директора школы-то были. Они голосовали как бы нейтрально. Они и за, и против. Потому что я говорю, протоколы-то никто не вел. Вот почему, например, администрация Яхром не предоставляет нам протокол этих совещаний? Почему голосование происходит на словах? Как они приняли вообще это решение? У них решение легативное. Оно не... Без протоколов оно нелегитимное. Нелегитимное, да. Вы сейчас представляете какую часть яхромчан? Вот вы как общественная организация сидите? Как общественная организация. Ну вот, давайте мы и выйдем с инициативой. Давайте выйдем и попросим, чтобы они проголосовали. Вот и все. Вот для чего мы сегодня здесь собрались? Именно для этого. Лично вот я так понял, что мы все поняли, что что хочет, что есть, что хотят сделать и где это сделать. Для нас понятно, что, по-моему, самое хорошее в этом месте именно будет здесь. Самое высокое место. А это будет светлое пятно в этом парке, это по-любому. Ну и за само собой. А потом, смотрите, они идут и идут. Сейчас вот насупит лето. Вот понятно, что у вас здесь все дети, все дети, они все здесь. Правильно. Мы говорим-то о внуках и детях, нас через 20-30 лет не будет. Короче, Сереж, смотри, надо вот этот документ подготовить, вот это обращение к главе, а мы подпишем. Мы подпишем. У нас вот будет совещание, вот Андрей собирает, это активно. Ну мы, мы, ну мы свои, мы свои собираем. Нет, мы можем подписать, мы могли бы подписать. Я в любой момент, он и... Меня просто интересует вот одна такая вещь. Почему большинство якоромчан до сих пор не в курсе, что нет почетного звания? Потому что вот если раньше газета... Сами-то что сделали? Я, я, крошки, текстильщик. Подожди, вы-то что не сделаете, это дело-то? Самое интересное, запущено было? Так а давайте в предложение выйдем, чтобы... В сетях было запущено. Вот это сейчас все вот это разговоры про школу. И на телевидение было, и на радио. Это все хорошее дело. Я знаю, что я думаю, вы хотя бы крупным шрифтом объявлений, наделаете... На всех остановках, да. Повесьте, блядь, на входе в парк, повесьте на автобусной остановке. Ну, вот таких людных местах. Повесьте около того же самого магазина, чтобы люди хотя бы прочитали, чтобы он хоть курс был, что такой вопрос на обсуждении стоит. Быть дуже велико. Быть очень до … 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